Андрей на копейки ездит первый день. Зимнюю резину пока не купил, но к заморозкам уже морально готов. Автомобилист понимает, безопасность превыше всего. Сейчас комплект стоит от 12 тысяч и выше. Раньше она могла стоить 8-9. К зиме цены все поднимаются и резину купить довольно-таки проблематично. Но цены растут не только на новую резину. Просто переобуться в шиномонтажке, по словам автомехаников, тоже стало дороже. До 15 размера резины 1100. Это легковая. Уже минивэн или седан, он идет уже 1500-1600. Если это большой джип, как Патрол, Инфинити, Тундра, Такома, это уже от 2000. Между тем, заморозки уже пришли во многие районы края. Понижение температур в ближайшее время синоптики прогнозируют и во Владивостоке. На выходные дождь днем 6-7 градусов выше нуля, ночью до минус одного. В связи с чем, управление МЧС настоятельно рекомендует автомобилистам обратить внимание на техническое состояние своих транспортных средств. Менить летнюю резину на зимнюю, заменить охлаждающие и смазывающие жидкости. В период действия прогноза об опасном или неблагоприятном метеорологическом явлении воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, соблюдать меры личной безопасности. Со свидетелем происшествия на автотрассах немедленно сообщать о случившемся по телефону 101-112. Не ждать заморозков и позаботиться о своем четырехколесном друге призывают у сотрудники ГИБДД. Ежегодная практика показывает, что зачастую первые заморозки становятся для автолюбителей неожиданностью. В дни первых снегопадов, а также заморозок, количество дорожно-транспортных происшествий на территории города Владивостока увеличивается многократно. И виной этому служат неподготовленные автомашины к зиме. Между тем, для безответственных депутаты приготовили законопроект. Он может вступить в силу уже в конце этого года. В Госдуме предлагают штрафовать за лысую резину и летние шины в зимний период. Если правительство закон одобрит, то штраф за использование шин не по сезону увеличат с 500 до 10 тысяч рублей. Валерия Белоус, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Новости на восьмом.